Ну что, всем доброе утро. Это новый влог, и он свадебный. Сегодня 6 июня, тот самый день, который мы очень долго ждали. И сегодня мы наконец-таки женимся. Мы сейчас находимся в отеле. Я обязательно сделаю рум-тур нашего номера, покажу наш отель. Я только что приняла душ, помыла голову, так как мне будут делать прическу-макияж, попросили, чтобы голова уже была чистая. Вот, сейчас сижу, отдыхаю здесь, мне надо почистить память в телефоне, поудалять все ненужные видео, чтобы в важный момент у меня там не вылезло, что памяти нет. Вот, у нас такой шикарный вид, я вам тоже обязательно покажу. Очень красивый отель. Причем еще спит, я ему дала поспать, ну, типа, ушла, но я сама проснулась часов в 6, потому что легли мы где-то пол третьего, наверное, и с 6 утра я просто туда-сюда в кровати вот так ворочилась, не могла никак уснуть обратно, потому что сердце колотилось, такое волнение, вообще, не знаю. Короче, проспать мне удалось, надеюсь, я после свадьбы нормально уснула, отдохнула, вот, а сейчас пока так. Мы возим на энтузиазме, на адреналине. У нас тут есть завтраки в номере, я вот думаю, о чем мне заказать. Точнее, о чем тоже будет, но не знаю, куда он проснется. У нас есть кофемашина в номере, но она не делает там капучино-лате, там просто, наверное, американо, эспрессо, не знаю, там даже капсульная кофемашина, неспрессо. Вот, ну, наверное, Артем там себе делает американо, а мне, наверное, надо будет заказать что-то. И то я даже не знаю, пить ли мне кофе утром, потому что, ну, от него потом живот болит. Надо подумать. Здесь очень много всяких завтраков прикольных, но у меня аппетита, конечно же, нет, но нам обязательно надо поесть что-то, потому что, ну, потом мы будем есть уже на ужине, это будет уже после 6 часов. Нам нужны силы на фотосессии, на ЗАГС, на общение. Короче, надо позавтракать точно. Еще я купила себе заранее маску. Это гидрогелевая маска. Хотела такую, знаете, ну, типа, побаловать себя, перед свадьбой, типа, утро невесты завела. Стоила она, ну, наверное, самая дорогая моя маска, вот такая, одноразовая, она стоила 400, по-моему, с чем-то рублей. Хотя нет, я вру, у меня одноразовая была самая дорогая, по-моему, от доктор Джаред, которая, знаете, такой шейк в баночке такой. Ну, она бы тоже классная была, но она просто, по-моему, очищающая была. А это именно такая гидрогелевая, увлажняющая и тонизирующая. Поэтому я подумала, что это то, что надо. Тем более, я сегодня проснулась, у меня просто лицо какое-то такое, ну, видно, что-нибудь полачится 3-4. Или как-то не свежо, не айс. Вот, так что сейчас я обязательно нанесу эту маску. Вчера мы вот тоже вернулись поздно уже ночью в отель. И когда мы вернулись, мы поняли, что мы забыли погладить вещи. Ну, то есть костюм Артема надо было погладить, рубашку, потом мы побриться хотели. Ну, короче, такие моменты, которые на утро откладывать не хотелось, надо было сделать заранее, а мы просто забыли про это. В итоге мы в 2 часа ночи давали все это гладить. И очень, короче, устали. Я не могла уснуть, пока я там не моюсь, пока я маску себе очищающую не сделаю. Короче, голова просто не варит. Не знаю. Ну, ладно, все равно я чувствую себя радостно, поэтому как бы мне легко. Я пошла собираться. Давайте сделаем рум-тур нашего номера. У меня не открывается. Что нахрен? Почему у меня не открывается? Здравствуйте. Не получилось. Еще раз. Туполь два. Опа! Та-дам! Когда заходишь в номер, здесь вот такая комната, зал с диванчиком, столиком. Наверное, тут будем завтракать. Нам только что принесли еще комплименты, такие фруктики. Здесь вот такой стол с кофе, капсулы. Тут, видите, даже стаканчики такие для кофе. Прикольно выглядит, очень красиво. Единственное, я думаю, что уберу вот это вот все, потому что это какой-то такой визуальный шум создает. Хотя здесь такие прикольные штучки. Такие орешки. Все фирменное. Очень красиво. Здесь же около входа шкаф. Мы там уже развесили вещи. Давайте посмотрим ванную комнату. У нас номер с душем. Ну, я так хотела сама. Я больше люблю душ. Так вот. Красивенько. У меня уже Дайсон стоит. Я только что с маникюра. Кстати, вот здесь очень классный свет для фоточек. Сделала люксио-сентимент. Ну, такой нейтральный кипотекю. У меня тоже такой. Много тут всяких классных средств. Тортирую руки, мы все уже намочу. Вот лосьон для тела. Косметический набор. Тут даже бритвенный набор есть. Еще такое. Зугной. И еще одна комната. Это наша спальня. Такая тут большая кровать. Шкаф-купе. Здесь туалетный столик. Снова я. Вот вам мой лук. Такие кожаные штанишки. У сестры кофты сперла. Телевизор. Ну, и такая важная вещь номера. Это такой красивый вид на Москву. Это очень пасмурно. Надеюсь, нам завтра повезет с погодой. Если будет солнечно, так вообще, наверное, такая красота. Нам сегодня очень повезло с погодой, потому что последние дни в Москве было очень холодно, пасмурно. Вы посмотрите, просто голубое, чистое небо. Солнышко. Конечно, прохладно на улице, но все равно вот такой у нас вид. Я уже сняла маску. Ну, неплохо так увлажнила. Вот, я сейчас буду сушить волосы. Сняла я этот халат, потому что такой неудобный, такой тяжелый, большой. Хорошо я с собой взяла свою ночнушку. Дальше. Сейчас будем сушиться. Я вам уже показывала вот этот столик. Хочу попробовать сделать кофе. Оф, где она включается, мне просто интересно. Кнопка включения, это оказалось просто. Вот, наверное, кнопку нажать на какую-нибудь из них. Вот тут написана памятка. Здесь два вида капсул. И, как бы, я на эспрессо вообще не разбираюсь. Сейчас надо погуглить. Все. Очень легко и просто я разобралась. Мне все нравится в этой пехмашине то, что ты нажимаешь, и она сама наливает сколько надо. А не как в нашей, там надо выключать, самому выбирать. Вот поэтому делаю Артему полка. Ну, себе тоже, наверное, сделаю. Нам принесли завтрак в номер. Еще я попросила бокалы для Просекко. Куда же без этого? С самого утра. Ну что, давайте посмотрим, что мы заказали. У меня тут бейгл с лососем. Куча рукколы, которые я не люблю. Апельсиновый фреш, кофе я сама тут сделала. У Артема омлетик. И еще мы взяли на двоих, ну как бы так, на десерт, такую запеканку. Пришла тут одна очень приятная доставка. Мой свадебный букет. Как пахнет, понюхай, как пахнет вкусно, пионами. Так. Такой, короче, букетик. Шикарно. Главное, чтобы не распустился. Ютуб такой не включается, да? Все, я вам понял, спасибо. А губки я вам писала как-то, потому что вы красили эту девочку одну. Сделала. Улочкой. У меня там в груди не выпали. Нет, нормально. Сделала такие углы. Тебе очень удобно, у тебя пухлые. Так мне их еще помазали каким-то блеском, который увеличивает, походу, то, что у меня, знаешь, такая отражение. Стоп. Что такое? Нормально все? Нормально все? Да. Ты красишь. Просто не знаю, вот эта паста, она у меня плохо держит. Паста. Все? Что это, Желченко? Я думаю, что нет. Да давайте, наверное, не будем. А что ты хотела? Ну, просто предлагают, что можно приклеить на голову что-нибудь. Что давай? Ну, скажи что-нибудь. Ты что-то переживаешь, как будто. Да не, на самом деле нормально. Где-то мотива стекла. Ну, все. Все. Так, ты не трогай, тебе фиксатором сделали, у тебя просто они будут скатываться. Способ, как просто лопатки назад свести, и тогда спинатно свистит. не могу, как просто лопатки назад свистит. Не могу у меня усилить дышать. Нет. Слушай, я что-то наступаю на него. Так, давай вообще образ твой. Тушеньки. А где мой букет был? Я, кажется, мы так похожи, когда у тебя вот такой вот. Еще? Да. Артем, мне видит упасть. И мы сейчас с тобой, получается, пойдем вниз, и ты меня типа передашь, Артем. Хорошо? Кстати, мне очень нравятся у тебя цвета, оттенки. Да, да, да. Слава Богу, Бог дал хороший вкус. Я буду сейчас, кстати, все будет черт белым. Да. Что скажешь? Слез не пустил, конечно. Это очень плохо. Да, ну нет. Я держался просто, готовился морально. В ЗАГСе, наверное, пойдет немного. Подержи пока. Красотка. Пап, я все застыла. Да. Да. Время не, блядь. Да. Тендулез. Да. 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 Я запомнилась. За меня. За меня. За меня. За меня. И разбирается, как сесть. Букет-то красиво смотрится, да? Букет-то красиво смотрится. Круто. Нормально смотрелись? Это стабильность. А я присоединюсь к вышесказанному. Дети, любим вас. Довольны вами. Мы очень рады, что этот день наступил, и мы присутствуем все. Музыка. 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 Хотя мне кажется, как будто я с этой фамилией была всегда, потому что мы с Артём уже очень долго вместе, и как-то всегда были семьёй, по сути. Сегодня ровная неделя, как мы уже поженились. Неделька, конечно, была очень насыщенная. Я только сейчас смогла вот так поставить камеру и пообщаться с вами, подвести, так сказать, итоги, сделать какие-то выводы по свадьбе. Всю эту неделю после свадьбы мы сначала в Москве побыли несколько дней, потом вернулись в Астрахань. Здесь мы ещё делали как бы, типа, второй день свадьбы. Мы собирались с родственниками, которые не смогли прилететь в Москву. Каждый день после свадьбы и до свадьбы ещё несколько дней мы просто каждый божий день с кем-то встречаемся, с кем-то гуляем, с кем-то видимся. И вот только сейчас, спустя неделю, я смогла сесть одна от дома, Артём уехал с другом встретиться, и записать вам заключительную часть этого свадебного влога. Сказать всем большое спасибо за поздравления. Мы в Инстаграме там выставили видео рилс, если кто хочет, посмотрите. Я просто не хочу, знаете, прямо так, типа, кучу всего выкладывать. Как-то, ну, мне кажется, это никому не интересно, там, смотреть 500 рилсов, 500 фотографий. Вот, поэтому мы выложили два рилса. У меня было буквально несколько сториз в хайлайсах, можете посмотреть, если вам интересно. Ждём теперь фотки от фотографа, ждём видео от видеографа. Тогда уже, может быть, мы ещё что-то выложим. А так, пока, ну, в общем, я не стала, как бы, засорять свой Инстаграм. В Телеграме тоже сделала пару постов. Подпишитесь, кстати, на мой Телеграм-канал, ссылка в описании будет. И вообще, на мой канал на Ютубе подпишитесь. Мне будет очень приятно. Я каждый раз захожу на Ютуб, у меня там прибавляется чуть-чуть-чуть количество подписчиков. Это очень здорово, я рада, что канал потихоньку, но растёт. Давайте обсудим, как бы, свадьбу. Ожидание реалис, можно сказать. Ну, начнём с того, что свадебный день прошёл от и до, как мы себе его представляли. То есть, всё было идеально. Всё было по плану. Всё вот, как мы хотели, какая у нас картинка в голове была, начиная с наших образов, нашего внешнего вида, и заканчивая атмосферой на свадьбе, всё было так, как мы хотели. У нас были самые близкие наши люди, наши родители, наши братья и сёстры родные и наши лучшие друзья. Вот больше ничего не надо на свадьбе, никаких лишних людей, ну, вот, ведущих, вот это всё. Нам не нужно было ничего. У нас было очень весело, очень вкусно. Мы пели, танцевали, пили, ели, короче, вообще всё, всё, что надо, всё было. И после вот этого семейного ужина мы отправили родителей отдыхать домой. А сами молодёжью, а нас было много человек молодёжи, мы поехали отдыхать дальше. Мы поехали в караоке. Причём караоке мы как бы не бронировали заранее, мы просто, ну, там, по факту уже позвонили, всё, нам сказали, есть места. Это был вторник, но караоке было полностью занято, ну, практически полностью, то есть там было много людей. Это, я не знаю, что это за караоке, но там все столы отлично пели, то есть у нас была не вип-комната, а общий зал. Все так круто пели, мы, наверное, хуже всех там пели, мне кажется, хотя мы тоже неплохо поём. Каждый стол нас поздравил, потому что мы с Артёмом были в костюмах наших, у меня не было второго там наряда, никакого у меня было в моём платье. Я единственная фату сняла. Нас все поздравили, каждый стол сказал нам тот тост, посвятил песню, нас это караоке поздравило, принесли нам десерты с фонтанами вот этими, хлопушки запустили, на сцену нас поздравили. Короче, там было супер весело, классно, и ещё плюс в том, что вот я уже сказала, что все офигенно пели, то есть ты не сидишь, у тебя уши не вянут, когда там за другим столиком кто-то там горло панит. Нет, очень круто все пели, мы как будто просто на концерте каком-то были, офигенная обстановка, атмосфера. В итоге мы там, не знаю, часов до 4 утра сидели, и уже просто, ну я просто уже устала, мне уже не было сил, потому что, ну, в начале влога я вам сказала, что я проснулась в 6 утра, спала часа 3 от силы, и, ну, просто устала уже. Хотя морально мне было весело, классно, но физическим организм уже всё сказал, типа давай уже ложись, уже невозможно, ноги сильно устали, и сама устала. Мы поехали в наш отель, мы вернулись в него ещё на одну ночь, и уже утром выселились. Надеялись, что нам подарят, знаете, типа поздний выезд, мы написали, что у нас, типа, свадьба, пометили, но нет, не пошли нам на уступок, нам дали лишний час, но из-за того, что мы очень поздно легли, точнее уже рано утром, мы, конечно, с трудом проснулись, собрали вещи и уехали домой, и я потом ещё, мне кажется, 3 дня отсыпалась как-то. Ну и отоспаться у нас тоже времени не было, вот до сих пор времени нет, потому что мы просто каждый день, опять же, вот говорю, каждый день мы с кем-то встречаемся, с кем-то там видимся, гуляем. Я очень счастлива, мы счастливы, все счастливы. Ещё раз хочу сказать, что главное, что в этот день были с нами самые родные и близкие, были наши родители. Вы видели момент того, что меня вывел мой папа, так как у нас не было вот этой выездной регистрации, когда там, знаете, можно подстроить это, что там выведет папа, мы решили сделать так, что перед ЗАГСом в отеле Артём не видел меня, и папа меня тоже не видел. Сначала я собралась, пришёл ко мне в номер папа, я там, конечно, прям расплакалась, мне прям эти слёзы ручьём полились, и папа меня увидел, всё, и потом мы пошли к Артёму. Вот по лестнице мы так спускались, Артём меня тоже не видел, но он, знаете, Артём настроился. Настроился, что он не будет плакать. Я выплакала слёзы, когда с папой встретилась, и как-то всё так прошло очень мило, классно. И вот лучше представить нельзя было, правда. Самое главное, что мы довольны, счастливы. Ни одного минуса свадьбы я не могу назвать. Ну, может быть, единственный минус, то, что у нас был далеко ЗАГС. До ЗАГС надо было ехать, и обратно надо было ехать. Но, с другой стороны, что бы мы делали в это время, если бы ЗАГС был близко? Вот, интересно. Тогда надо было бы Роспись в ЗАГСе ставить часов на пять, а ужин на шесть? Или что? Я просто не понимаю. А так, по времени у нас как-то всё идеально распределилось. Мы не опоздали в ЗАГС. Мы не опоздали на ужин. Мы не стояли в пробках, что вообще просто всё было на нашей стране. И самое главное, это то, что в Москве было очень тепло и солнечно. Небо было просто вот голубое, чистое, не облачко. Хотя за день до свадьбы, накануне, я ходила в куртке. И предыдущие все дни было 8 градусов. Было очень холодно. Я ходила реально в куртке. После там 30-32 градусов в Уфе мы приехали и просто ходили в куртках. И в день свадьбы мы проснулись, я открыла шторы, а там голубое небо, солнце, тепло. Ну, тепло относительно, конечно. Там было 22 типа градуса. Понятно, что это не настолько тепло. Но я не замёрзла вообще. То есть у меня было голое практически платье, весь открытый верх, но я вообще не замёрзла. Возможно, просто вот на адреналине я не мёрзла. Но у меня реально не было холодно. Единственное, я подмёрзла уже ночью, когда мы уже там шли пешком в этот караоке, потому что он был недалеко. Тогда мне Артём дал пиджак. Ну, вы тоже видели этот кадр, как вы шли в караоке. Не знаю, вставила ли я вам кадры из караоке, потому что у меня, честно говоря, ничего нет. Я там уже практически ничего не снимала. Я вообще, в принципе, на свадьбе практически ничего не снимала, потому что сестра, подруги, все знают, что я веду блог. Все снимали мне и горизонтально, и вертикально. И потом после свадьбы мне все всё скидывали. Я говорю, просто вот какие замечательные друзья. Ай, так что затянула я уже с вами этот монолог. Мы просто делюсь с вами своими эмоциями, счастьем. И в целом я как будто бы это рассказываю себе же в будущем. Я просто представляю, как мы будем пересматривать мой влог спустя какое-то время. Потому что фильм это одно. Фильм это как бы не то, что постанова, но просто, да? А не передаёт как бы эмоции, мысли. А вот то, что я снимаю влоги, то, что я рассказывала вам, когда мы сидели с вами в отеле свои, чувствую сейчас, уже после всего этого. И это очень здорово. Мы счастливы, правда. Чего я вам всем желаю. Спасибо всем, кто подписывает на мой канал, кто смотрит мои влоги. Спасибо тем, кто подпишется прямо сейчас на мой канал. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Посмотрите, пожалуйста, мои ещё предыдущие влоги, если вы не видели. В инстаграме, когда мне скинут фотки свадебные, я обязательно всех отмечу. Кто меня собирал, кто фотографировал платья, кто тушил, там всё и всё. Я всё отмечу, так что подписывайтесь в инстаграме, в телеграм-канале. Вроде я больше ничего не веду, кроме этих соцсетей. Так что ещё раз спасибо всем за просмотр. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...